Всем привет! Сегодня у меня посылочка из магазина Мир Вышивки. Сейчас покажу. Для тех зрителей, которые еще не делали заказ в магазине Мир Вышивки, у меня для вас есть выгодное предложение воспользоваться моим промокодом. При оформлении заказа вводите промокод Инесса, нажимаете пересчитать и получаете 10% скидку к своему заказу. В общем, в описании под видео там все подробно описано. Кстати, сегодня 23 декабря. Скидка на наборы Овен, Золотые ручки, РТО и на бабочки от фирмы Вдохновение. Всеми любимые бабочки. Что мне пришло в этой папочке? Наборчики. Я люблю наборчики, вы уже знаете об этом. И в этот раз еще решила взять вот такую пряжу. Кто смотрит мой канал, знают, что Алинка вяжет игрушки. И получили мы вот такую пряжу. Заказали по два моточка, потому что сейчас Алина вяжет большие игрушки. И на большие игрушки уходит чуть больше одного мотка. То есть можно уложиться в один моток, а можно не уложиться. Поэтому, если вы хотите связать игрушку побольше, лучше не рисковать и сразу взять два моточка. Даже если у вас останется, вам пригодится это потом на какую-нибудь маленькую игрушечку. Вот сейчас вы на экране видите оленят, которые связала Алина. У Алины плотная вязка, поэтому она уложилась в один моток еле-еле там в притык. Если бы чуть посвободнее вязала, то ей бы не хватило. Сейчас Алина планирует связать какую-нибудь другую игрушку. Скорее всего, это будут зайчики вот такого голубого цвета. Это будет большой зайчик. Алинин мастер-класс, в принципе, посмотрело много зрителей. Поэтому продолжать рубрику вязания мы на моем канале будем. Будем ждать от Алины новые видео. Сейчас она сдаст экзамены и нам что-нибудь покажет новенькое, какой-нибудь мастер-класс. Она уже подбирает мастер-класс. И под него мы заказали вот таких вот два мотка голубой пряжи. Вот именно на эту пряжу, вот на эту голубую и вот на эту синюю, я также под видео оставлю ссылочку. Первая ссылка будет на магазин, а дальше будут ссылки идти вот конкретно вот на эти цвета, на эту пряжу, для того, чтобы вы долго не искали. Потому что пряжа велюровая, она может быть разная. Может быть потоньше, может быть потолще. Вот видите, эта пряжа, она потолще. И вот именно из такой пряжи Алина вяжет свои игрушки. Если вы первый раз заказываете, никогда игрушки не вязали, то вам очень легко ошибиться и заказать тоже велюровую пряжу. То есть состав будет такой же, но она будет немножечко потоньше. В разных фирмах она отличается. Мы, кстати, не тестировали с Алиной велюровую пряжу разных фирм. Возможно, мы когда-нибудь это сделаем. Но пока вот мы решили начать с мастер-классов, посмотреть, как зрители моего канала будут принимать эти мастер-классы и как они будут смотреть вязание на моем вышивальном канале. Ну, в общем, планы у нас есть, но пока все сразу мы осуществить не можем, будем все делать по шагам. То есть, значит, вот из этой пряжи у нас будет зайчик. Мы находим мастер-классы в интернете, будем снимать и, конечно же, укажем автора мастер-класса. И как раз мы читаем комментарии, которые зрители пишут под этими мастер-классами. Например, какого размера крючок, сколько метров ушло пряжи. Вот мы как раз постараемся в видео поподробнее рассказать, потому что вот такие есть нюансы, которых нет в описании к мастер-классам. А вот эту пряжу, вот такой цвет, да, интересный, можно связать, в принципе, тоже из зайчика, но, может быть, он будет темный, не знаю. Алина хотела попробовать связать либо кита, либо слоника. Вот я вам сейчас покажу, какого слоника связала Алина. Это вот такой слоник, вот он из голубой пряжи, голубая. И вот видите, здесь тоже такая пряжа, она велюровая, но она немножко другого качества. В общем, когда подробное видео будет о вязании, то мы найдем, конечно же, состав и как точно называется эта пряжа. В общем, сегодня я не буду подробное видео делать о вязании. Сегодня все-таки видео о посылочке из мира вышивки. Ну, в общем, я вам показываю, что Алина связала, чем она увлеклась, и для чего именно мы заказываем пряжу. Вот на этого слоника... Сколько, Алина, ушло пряжи? Один моток. Впритык тоже, да? Нет, нет, там даже чуть осталось. В общем, вот на этого слоника один моток ушел. Вот, но слоник, я бы не сказала, что очень большой. Если следующую игрушку мы будем... 25 см. Да, Алина говорит 25 см. Если следующая игрушка будет чуть побольше, вот сейчас Алина планирует чуть побольше вязать, то, конечно же, нужно два моточка пряжи. Вот, поэтому, в общем, советую, если хотите игрушку больше 25 см связать, то лучше покупать два мотка. Вот, собственно, что мы и сделали. Ну, это еще, если заяц, то у зайца там еще один моток только на уши уходит. Да. Если длинные уши. Вот Алина нам подсказывает, что заяц, если ушастый, то на уши уйдет практически целый моток. Потому что сейчас модно вязать зайчиков с длинными ушами до пола. Ну, смотрится очень красиво, но пряжи уходит много. В общем, именно поэтому два мотка. Еще раз напоминаю, в описании под видео будет ссылка вот на эту голубую пряжу и вот на эту синюю пряжу. Для того, чтобы вы долго не искали, сразу перешли по ссылке и нашли то, что нужно. Так, дальше. Дальше показываю свои любимые наборчики. Алина забирает у нас свою пряжу. Пошла вязать зайчиков. А я сейчас буду показывать вам наборчики. Вот такой наборчик от фирмы Жар Птица. Вышивка на пластиковой конве. Конечно же, уже многие попробовали вышивать на пластиковой конве и вышивали вот этих ловцов снов. Я еще не дошла до них, у меня еще руки не дошли. Но теперь у меня есть не только лиса, у меня есть волк и еще мне дарили совенка. То есть, в этой серии получается три набора. И, естественно, всю серию я заказала. Но я уже говорила, я не просто вышивальный маньяк, я серийный маньяк. Как выяснилось. Поэтому вот захотелось мне всю серию. Очень-очень красивый набор. В этом наборе не только ниточки мулине, здесь еще есть бусины. По-моему, есть бисеринки. В общем, в конце видео давайте вскроем и посмотрим. Еще вот такой наборчик. Вы помните, я запорола вот такой набор. В этом наборе не Аида, в этом наборе Лугана. Я начала вышивать Лугану не через одну ниточку переплетения, а через две. Так же, как я это делала на Линде. И, что самое обидное, конечно же, у меня не хватило канвы, поскольку размер картинки получился в два раза больше, чем должен был получиться. Но я решила не мучиться, подобрать нитки. Купила Лугану, а потом вдруг обнаружила, что вот этот набор, он стоит дешевле, чем если бы я на Лугане вышивала нитками Гамма. А здесь в наборе используются нитки Анкор. То есть я бросила эту затею. Я бросила эту затею вышивать подбором. В общем, не мучайтесь, девчонки. Если в наборе комплектующие, как здесь, нитки Анкор и Лугана, это очень дорогие комплектующие. И мне выгоднее было вот такой наборчик заказать, чем вышивать подбором. Поскольку за кусочек Луганы там где-то около 300 рублей. Поэтому я не считаю, что из-за 50 рублей я должна бегать подбирать нитки. Еще неизвестно, подберу я такие же или нет. Потому что подбирать буду в палитре Гамма или ПНК. Ну, не хочу заморачиваться, а хочу вышить этот наборчик. Мне он очень нравится. Мало того, вот эта серия вот таких наборов, Риолис, там еще у них есть другие цветочки. Эта серия снята с производства. То есть еще немножко, и этот набор уже невозможно будет найти на прилавках магазинов. Поэтому я решила незамедлительно его себе захомячить. Пусть лежит и ждет, когда у меня будет новый отшив вот по этой картине. И здесь очень удачный размер 13х16. Я уже давно присматриваю какой-нибудь миниатюрный сюжетик для шкатулочки. Я думаю, что будет вообще идеально вот этот вот сюжет смотреться на шкатулочке. Если вышивать на конве 14-го каунта или на линде, как вот сейчас я вышиваю свои яблочки на линде, то там получится все-таки крупновато. И когда близко разглядываешь эту шкатулку, то не очень как-то смотрится миниатюрно, не очень изящно. А я думаю, что вот именно этот сюжет будет смотреться идеально. Мне кажется, для шкатулочек лучше всего подойдут либо шовчики, либо вышивка на 16-18 конве, либо на Мурана, либо вот уже на Лугане. Да, конечно же, сложно мне будет вышивать так мелко, но ничего, пусть я долго буду мучить эту работу, но должна же хоть одна у меня миниатюрная вышивка быть в коллекции моих рукоделок. Вот поэтому, когда начну, буду отдельно делать ролик и покажу, что у меня получилось. Ну, кто смотрит мой канал, те помнят, да? Я уже хотела отрезать вот так эти верхние цветы, потому что у меня не умещались они, и вот так сделать пониже букетик. Ну, очень расстроилась. Я так подумала, что обрезанный вот этот букетик будет смотреться очень плоско. Ну, в общем, я прикинула и решила не заморачиваться, тем более, что этот наборчик, он недорогой. Если вас заинтересовал, тоже оставлю вам ссылочку под видео на этот наборчик. И вот такая новинка. Новинка от фирмы Панна. Это подушечки вышитые на конве 11-го каунта. Кстати, мне интересно, здесь 11-й каунт или страмин. У них есть некоторые подушки на страмине, но вот такие квадратные были на 11-й конве. У меня есть уже готовая. Я ее еще, правда, не оформила. Тюльпаны. Еще у меня есть маки из этой серии. Но вы знаете, что я помешанная на цветах. Поэтому все, что касается жутких розочек и всяких разнообразных цветочков, это мое. Поэтому как я могла пройти мимо этой новинки? Но смотрите, что интересно. Если вышить вот эту подушечку и сделать вот такую шкатулочку, ну, это просто мечта рукодельницы. Я, конечно, понимаю, что не все это вот так рядом будет стоять, не все на виду. Но если даже вы можете так подобрать подушки под интерьер и картины под интерьер, и здесь фиалки, и здесь фиалки. Ну, в общем, на мой взгляд, так это гармонично смотрится. А если даже нужно кому-то сделать подарок, вот подушку и вот такую шкатулку, ну, это вообще будет обалденно. Ну, в общем, классно. Вот такая задумка у меня оформить, в общем, шкатулочку. Так, сейчас посмотрим. Так, здесь у нас канва. Да, канва 11. Здесь у нас нестромим. Когда начну вышивать, буду обзор делать на этот набор. Мне нужно сейчас закончить моего дракона. А уж потом приступать к вышивке следующего набора. Я, кстати, много в мире вышивки уже заказала этих подушек. У меня и сова вышит, и дракон. Еще есть мишка лежит в запасе. И теперь еще вот такая подушечка будет. Некоторые подушечки вышиваются в три нити, некоторые в четыре. Вот сейчас дракона вышиваю, он вышивается в четыре нити. Вот, а тюльпанчики я вышивала в три нити. Так что вы читайте описание подробнее. Вот когда вскрываете набор, обязательно читайте. Даже если вы из этой серии уже вышивали что-то, все равно может отличаться. Канва здесь молочного цвета. Люблю вот такой цвет. Приятный молочный. Не темный такой кофейный, а нежный молочный цвет. Также ссылочку вот на эту подушку я оставлю под видео. На ловцов снов я тоже оставлю. Ну и давайте же посмотрим комплектующие вот этих наборов. Мне очень интересно. Схемка черно-белая. Кто-то говорит, что тяжело по этой схеме вышивать. Мне не тяжело, я приспособилась. Нормально я вышивала игрушки. Так, вот такая вот идет пластиковая канва. А, вот еще у нас. Вот так, две вот такие канвушечки. А вот здесь вот описание. Все описано, как нужно распределить детальки. Ну, в общем. Вот такая канва белого цвета. Бывает прозрачная канва, на ней сложнее вышивать. Вот в этих наборах, видите, белого цвета. Мне вышивать легче вот на такой канве. Так, ниточки. Вот единственное, что ниточки очень коротко нарезаны, потому что на пластике закреплять ниточки нужно покрепче, чтобы они не вылезли. Там никак микростежком, микропетлей не получится закреплять. Поэтому приходится делать узелки. Но игрушка двухсторонняя, она будет оформлена. Конечно же, этих узелков не будет видно. Но приходится вытаскивать две ниточки и делать узелок. По-другому на пластиковой канве закрепить невозможно. Можно, конечно, придумать какой-нибудь способ. Но я боюсь, что эту игрушку, если дети будут таскать в руках, то могут эти кончики вылезти. И все равно, может быть, со временем придется эту игрушку стирать. Вот, поскольку мы ее трогаем часто руками. Так, и бисер. Ой, смотрите, как красиво. Бисер двух цветов. Чешский бисер. Сиреневый и розовый. И бусины. Вот такие белые бусины. Я уже представляю, как это классно будет смотреться. Смотрите, такие розовые и сиреневые ниточки. И такой же бисер. Здорово. Я люблю очень вот такие наборы, где добавлены бусины и бисеринки. Но у меня в последнее время часто так получается, что я все это вышью и лежит. Я думаю, потом-потом пришью бисеринки. Но почему-то возвращаюсь к крестикам. Наверное, нужно немножечко мне сделать перерыв, повышивать подольше крестиком. А потом уже соскучиться и вернуться вот к таким сюжетам. Поэтому я заказываю разные. У меня в коллекции и золотое руно, и на пластиковой конве. И очень люблю я вышивку бисером. Вот как раз я буду делать в ближайшее время видео о бисерных своих процессах. Ну, люблю я разнообразие. Не хочется мне зацикливаться на чем-то одном. Но бывает, что когда после работы сильно устанешь, хочется просто сидеть и шпарить все крестом в две нити. А когда выходной, когда перерыв, когда есть творческий подъем, тогда я беру вот такие вот работы и начинаю их вышивать. Для разнообразия мне это нужно. Если в моей жизни нет разнообразия, мне становится скучно. Ну, в общем, как-то так. В общем, вот такая вот классная посылочка. Пришла из магазина Мир Вышивки. Большое спасибо вам за просмотр. Все ссылки будут в описании. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Ой, моя рукодельница уморилась. Ричик, что, Алинка уморилась? Алина, а где зайчики связанные? Ты обещала нам зайчиков и мастер-класс. У нас мороз 21 градус. Ребенок уморился, спать хочет. Три часа ночи. Три часа ночи для рукодельницы это еще не время. Подъем. Ну ладно, все, всем пока-пока. Три часа ночи для рукодельницы. Как-то для рукодельницу. Прод değişида. Продолжение следует...